Сегодня мы говорим о том, как зарабатывать в ритейле. Мой следующий гость – Станислав. Станислав, доброе утро. Как настроение? Доброе утро. Настроение очень поднял Иван Федяков. Выступление, конечно, грандиозное. И давно я не получал такого удовольствия послушать. Я представляю фирму Graf Suteka. Это торговля панелями управления от частных потребителей до промышленности. Но Иван много прогнозов сказал. Я вот хотел обратить внимание, но, к сожалению, не было задано вопроса. Я предполагаю, что сейчас будет взрыв аватарной торговли. То есть это точно так же, как никто не ожидал взрыва потребления мобильных телефонов. 20 лет назад, допустим, или 25, я себе не предполагал, что будет иметь каждый ребенок мой, так сказать, и мое поколение. А теперь без этого не обходимся. Вот точно так же я делаю прогноз о том, что аватарная торговля, то есть это вначале очки управления живой человек, а потом его заменяет робот. Но человек, находясь в парке, предполагая, что это примерно будет так, значит, в парках будет стоять вот необходимая аппаратура, и человек, отдыхая, слушая птиц, совершает покупки, но с помощью аватара совершает покупки непосредственно с полной иллюзией, что он находится в торговом зале. И если это оправдание сбудется, вот эта запись и будет являться той исторической, так сказать, документальной вехой, что я угадал. Как вы думаете, как скоро вообще такое будущее возможно в условиях сегодняшней цифровой реальности и сегодняшней экономики? В Японии уже такой магазин существует, где робот покупает, и у человека создается полная иллюзия, что это он покупает, и он находится в этом зале. Я думаю, что в России через пять лет будет миллион таких покупок совершаться в день. И если это сбудется еще раз, то, так сказать, я один из первых, кто заявил об этом. Это действительно хороший, интересный прогноз. Что можно пожелать ритейлу в 2020 году в целом как отрасли? Это просто невероятная команда ритейл. Я восхищаюсь всеми, кого лично знаю, и вот вам даю интервью второй раз, и, значит, на удивление вы приятно помолодели. Поэтому, я думаю, ритейл молодеет, молодеет мыслями, идеями, молодеет своей энергией. И для меня, значит, высокая честь быть вот на сегодняшнем заседании, слушать и общаться, и дать это интервью. Мы хотим пожелать вам успешного бизнеса в 2020 году. Пусть все ваши прогнозы и ожидания действительно станут реальностью, пусть каждый день миллионы покупок совершаются в формате, как это правильно называется, аватарных? Аватарной торговли. То есть сейчас, вот если после этого интервью кто-то посмотрит про этот японский магазин, точно так же аватарное будет посещение музеев. То есть ты, находясь, допустим, в парке, в лесу, на даче, ну, имея необходимую технику, у тебя полная иллюзия, что ты ходишь по зимнему дворцу. И при этом перелистываешь даже книгу, если это нужно, либо поднимаешь товар, если это в магазине, и, значит, примеряешь ее, и ощущение, вот, тогда ты больше будешь тратить время на отдых, на непосредственное развлечение не в душных магазинах, а на природе. Вот. Или даже за тысячи километров от этого места, где ты совершаешь покупку. Это грандиозно будет. Я хочу пожелать нам действительно удивительного нового 2020 года, и пусть аватарное будущее, о котором мы говорим, действительно станет на шаг ближе к нам совсем скоро. Спасибо вам большое за ваши прогнозы, за вашу экспертизу и за ваше правдивое предсказание. Спасибо вам. Еще раз хочу подчеркнуть также взаимно, значит, вы необычайно позитивные, вы человек, и поэтому с вами работать одно удовольствие. Спасибо. Это взаимно. Спасибо. 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 Спасибо.